Тема шестой лекции. Методы и методические приемы обучения истории. Классификация методов обучения по курсу методика преподавания истории. План лекции. Первый вопрос. Методы и методические приемы обучения истории. Второй вопрос. Классификация методов обучения. И третий вопрос. Критерий выбора и сочетания методов обучения. Что такое методы обучения? Это ответ на вопрос «Как учить?». Бабанский считает, что методы обучения – это способы, взаимосвязанные деятельностью учителя и учеников, направленные на решение комплекса задач учебного процесса. Следующее определение, которое дает Андреев. Он считает, что методы обучения – это, с одной стороны, методы преподавания, а с другой – учения. По мнению Капнина, метод – это правило действия, которое стандартное и однозначное. Нет стандарта и однозначности – нет правила, а значит и нет метода. Подласы считают, что метод – это совокупность путей и способов достижения целей, решений задач, образования. Анализируя педагогические источники, можно вывести понятие «прием обучения». Что такое прием обучения? Это составная часть метода, единичные действия, конкретный способ, частное понятие по отношению к общему понятию методов. Одни и те же приемы могут входить в состав разных методов обучения. Традиционным является разделение приемов на приемы изучения фактического и теоретического материала, хотя правильнее было бы говорить о приемах изложения. Наиболее общими являются следующие группы приемов. Это повествование, рассказы об исторических событиях или процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам повествования относятся сюжетный рассказ, образное повествование, конспективное повествование. Но конспективное повествование – это когда кратко освещаются неглавные факты. К нему близок прием информативного сообщения, то есть простого перечисления событий, имен, дат. Следующее – это описание. Выделяют два типичных приема этой группы. Картинное описание, когда создается целостный образ какого-либо исторического факта, явления или процесса. И второе – это аналитическое описание, когда целостный образ расчленяется на составные части для того, чтобы выяснить его структуру, значение и взаимосвязь отдельных компонентов. Следующее – это характеристика. Группа приемов, связанных с рассмотрением существенных черт объекта изучения. К этой группе относят образную характеристику, аналитическую характеристику, сравнительную характеристику. Аналитическая характеристика применяется для изучения не фактического, а теоретического материала. Сравнительная характеристика – это когда выявляются черты сходства, различия событий, явлений, процессов. Анализируются их признаки. Обобщающая характеристика – это краткое перечисление существенных признаков, причинно-следственных связей, исторической роли, содержание понятий и так далее. Четвертое – это объяснение, вид устного изложения. Пятое – это рассуждение, то есть вид изложения, в котором дается последовательное развитие положения, доказательств, которые подводят учащихся к выводам. Если в объяснении понятие раскрывается в готовом виде, то рассуждение показывает путь формирования понятия. Методические приемы представляют собой совокупность приемов преподавания, то есть способов деятельности учителя и адекватных им приемов деятельности учащихся. Под приемами понимают действия с предметами, а также словесные или письменографические действия. К письменографическим приемам относятся составление календарей событий, таблиц, словарей новых слов, планов, логических схем, выполнение рисунков, заполнение контурных карт. Существуют приемы работы с учебником, с различными текстами. Например, учащиеся анализируют документы в кристомате или в учебнике и могут составлять синхронистическую таблицу или же кронологическую таблицу. Но чаще всего учитель, чтобы создать представление о развитии одной страны за все ее периоды, часто дает именно задания в хронологической последовательности. Нужно выписать, например, в таблицу важнейшие даты вместе с важнейшими событиями. Рассмотрим виды методов. В обучении истории дедакты и методисты чаще всего характеризуют методы по источникам знаний. Они делят их на словесные, наглядные и практические. По источнику передачи характера восприятия информации методы могут выделяться следующее. Пассивное восприятие, когда слушают и смотрят. Это может быть рассказ, лекция, объяснение, демонстрационный материал. И второй вид – это активное восприятие, когда идет работа с книгой, наглядными источниками и лабораторный метод. Третий вид методов – на основании дидактических задач. В основу классификации положена последовательность приобретения знаний на конкретном этапе, то есть на уроке. Следующая классификация методов по типу познавательной деятельности – это классификация Скаткина и Лернера. Характер познавательной деятельности отражает уровень самостоятельной деятельности учащихся, и поэтому этой классификации присущи следующие методы. Объяснительно-иллюстративный – это информационно-репродуктивный. Репродуктивный – границы мастерства и творчества. Проблемные изложения знаний и частично поисковые, эвристические и исследовательские. Пятая классификация сочетает методы преподавания и соответствующие методы учения или бинарные, мы говорим. Данная классификация представлена следующими методами. Методы преподавания – это информационно-обобщающий, объяснительный, инструктивно-практический, объяснительно-побуждающий и побуждающий. И следующий вид методов – методы учения. Исполнительный, репродуктивный, продуктивно-практический, частично-поисковый и поисковый. Следующая классификация методов в сочетании с формами сотрудничества в обучении предложена немецким дидактом Клинбергом. Он считает, что существуют монологические методы – это лекция, рассказ, демонстрация. Или формы сотрудничества. Формы сотрудничества могут быть индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные. Идеологические методы – это беседы. Классификации методов, данные польским педагогом Сосницким, он предполагает существование двух методов учения. Это искусственное школьное и естественное оказиальное. Этим методом соответствуют два метода обучения – преподносящие и поисковые. Критерии выбора и сочетания методов обучения. От чего зависит выбор методов обучения? Прежде всего, от общих целей образования, воспитания и развития учащихся и ведущих установок современной дидактики. Зависит от особенностей содержания методов данной науки и изучаемого предмета, и изучаемой темы. Выбор методов обучения зависит от особенностей методики преподавания конкретной учебной дисциплины. От ее специфики, от специфики требований к отбору общедидактических методов. Метод обучения зависит от цели, задач, содержания материала конкретного урока, от времени, которое отведено на изучение того или иного материала, от возрастных особенностей учащихся, от уровня их реальных познавательных возможностей, от уровня их подготовленности, то есть их образованности, воспитанности и развития. И немаловажную роль играет и материальная оснащенность учебного заведения. Это наличие оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения, в современном мире это, конечно, интерактивная доска, компьютер. От возможностей и особенностей учителя, от уровня его теоретической и практической подготовленности, от его педагогического и методического мастерства и, конечно, от его личных качеств. Таким образом, мы рассмотрели такие вопросы, как метод обучения, что такое методы обучения, далее определение различных педагогов, дидактик, дидактов, методистов, что такое прием обучения, какие виды приемов обучения бывают и от чего зависит выбор приема или метода обучения. И в конце занятия вопросы для закрепления темы. Первый вопрос, что такое метод? Какие виды методов обучения вы знаете? Дайте определение, что такое прием обучения, какие бывают методические приемы обучения, от чего зависит выбор метода обучения, каковы критерии выбора метода обучения. Продолжение следует...